МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Родион Архипов. Смотрите сегодня в выпуске. Битва продолжается. Глава Чувашии проинспектировал ход уборочной кампании в Урнарском районе. Курбан-Байрам. Исламский мир отмечает большой праздник. Нетронутое богатство. На месте раскопа усыпальницы Марии Шестовой археологи сделали очередное открытие. Завершается уборочная кампания. Аграрий использует каждый погожий час для работы. Глава Чувашии Михаил Игнатьев побывал в хозяйствах в Урнарского района и лично убедился, работа близится к завершению. Зерновые культуры в Урнарском районе давно убраны. Основную часть картофеля тоже заложили в хранилище. От тысячи гектаров осталось 156. В СХПК знамя практически справились с уборкой. Хотя погода никак не желала помогать аграриям. На полях в Урнарского мясокомбината во всю идет уборка кукурузы. Уже второй год ее сажают не на зеленую массу, а на зерно в качестве корма для скота. В прошлом году урожайность кукурузы была 37 центаров. В этом 70. Никаких секретных технологий и удобрений не применяли. Всего лишь приобрели два новых комбайна и специальную жатку, после чего потери сократились до минимума. Экономический эффект ощутимый. С той же площади получили в два раза больше кукурузы. Опыт, который пригодится всем животноводам Чуваши. Кто занимается сегодня животноводством, производством мяса птицы, мяса говядины, мяса свинины, конечно, менять должны психологию и начинать выращивать кукурузу на зерно. Энергетическая ценность зерна кукурузы намного выше, чем остальные культуры. Елена Гальперина, Николай Яковлев, Надежда Яковлева. Республика. Сегодня «Исламский мир» отмечает большой праздник Курбан-Байрам. Десятки тысяч мусульман России ранним утром собрались в мечетях и на прилегающих территориях, чтобы совершить праздничную молитву. В Чебоксарах Курбан-Байрам отмечали в мечети на улице Гладково. В мечеть Булгар на праздник приехали более 500 человек из разных районов города. Из-за большого количества людей службу проводили не только в молильном зале, но и на улице. Перед мусульманами выступил имам-мударис Юсуф Хазрат. Сегодня день великого паломничества, который Аллах сделал праздником для всех мусульман. Праздничные молебны сегодня прошли во всех мечетях республики, а затем обряд жертвоприношения. По мусульманским обычаям жертвенное мясо принято делить на три части. Одна предназначается для родственников и гостей, вторую раздают малоимущим и бедным, а третью оставляют в семье. Угощают всех, кто нуждается во внимании и помощи, независимо от вероисповедания. Сегодня великий праздник для мусульман всего мира и узбекской диаспоры, Чувашии, празднует этот праздник Курбан-Байрам. Я поздравляю с пользой с этим моментом мусульман всего мира, мусульман Чувашии с этим великим праздником. По священному писанию архангел Джабраил принес послание пророку Ибрахиму, в котором Аллах требовал принести в жертву Исмаила, единственного сына Ибрахима. Пророк, не смея перечить Богу, повел своего сына в долину Мина и начал приготовление к жертвоприношению. И сам Исмаил не сопротивлялся, так как был предан Аллаху и своему отцу. Тогда Ибрахим взял своего сына Исмаила и пошли уже, то есть Исмаил, его сын уже тоже знал, куда идет именно. Тогда он уже положил на землю, уже хотел закалывать. Тогда Всевышний Аллах уже удостоверился в своем пророке Ибрахима, что он свое обещание сделал. И именно Исмаил, алейхиссалям, поменял Всевышний Аллах и спасал с рая, получается уже капша. Капша это с арабского языка переводится как овца. После этих аятов пророк Мухаммад, алейхиссалям, не пропустил каждый год после праздника, праздника жертвоприношения, он делал уже курбан. Курбан-байрам это не только главный праздник по канонам ислама, это еще и семейное торжество. После молитвы праздничный стол, за которым ждут всех друзей и родственников. Следующие два дня верующие будут навещать близких, делать им подарки и щедро раздавать милостыню всем нуждающимся. Олесь Русакова, Евгений Анисимов, Республика. Своего рода паломничество по святым местам можно будет совершить, не выезжая за пределы столицы Чувашия. Сегодня по благословению митрополита Чебоксарского-Чувашского Варнавы открылась православная выставка от покаяния к воскресенью России. Выставка объединяет более 80 участников из разных стран – России, Белоруссии, Греции, Израиля, Молдавии и Украины. Чебоксарцы и гости города смогут увидеть настоящее православное чудо – крест-мощевик с частицами Ризы Господней и святых угодников Божьих, которые впервые привезли к нам в республику из храма Серафима Всаровского в Петрозаводске. Кроме того, в состав экспозиции вошли и списки редких икон. В рамках выставки будут проводиться духовные беседы, круглые столы, концерты творческих коллективов, показы кинофильмов. Все желающие могут попасть на индивидуальную беседу с батюшкой. Выставка «От покаяния к воскресенью России» будет работать до 20 октября. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. За 9 месяцев администрация города провела 14 аукционов. Их результаты сегодня озвучили в городском комитете по управлению имуществом Чебоксар. Благодаря аукционам пополнялся бюджет столицы. 10 аукционов проводилось на право заключения договоров аренды земельных участков. По их результатам в казну поступило свыше 33 миллионов 600 тысяч рублей. Еще 4 аукциона прошли на право заключения договоров развития территории. Проще говоря, на данных участках запланирован снос старых домов и строительство новых. Среди них территория на Богданке и в коммунальной Слободе. В ходе данных аукционов, по сведениям горком имущества, казна города пополнилась еще 70 миллионами рублей. Само проведение аукционов показывает о том, что цены растут на земельные участки. В бюджет поступают денежные средства. Также хочу сказать о том, что вся информация о проведенных аукционах у нас размещается на сайтах Торги Гофру, в газете Чебоксарские новости, на сайте администрации города, на сайте горком имущества. И открыта вся информация, подробно расписана. Каждый желающий может участвовать на аукционе. На месте предполагаемой усыпальницы Марии Шестовой обнаружены новые находки. Теперь раскопками в исторической части города заинтересовались и геологи, которые приступили к изучению образцов земли. На что могут пролить свет эти исследования, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Вскрыв могилы, которые находились под бетонным саркофагом, археологи продолжили свои исследования. Под кирпичной кладкой стены женского монастыря участники экспедиции обнаружили вот такие пласты грунта. Поначалу никто и не думал, что это уникальная находка. Заключение позже сделали геологи. В камнях почва буквально законсервировалась более чем на 400 лет. Скорее всего прекратился почвообразовательный процесс. То есть все те процессы, которые шли в почве фактически до воздействия человека, до сведения леса, до распашки, они вот в этой почве как бы в том естественном виде сохранились. Такой почвы в Чувашии специалисты не встречали нигде. Обычно на экспертизы поступают образцы, которые были размыты осадками и грунтовыми водами. Специалисты называют это вторичным материалом. Почва, которую обнаружили в роскопе, является эталоном для исследований. Мы можем сравнить, насколько произошло изменение данного типа почв в Чувашской республике или в другой какой-то зоне, которая близка к нам по климатическим характеристикам, в результате антропогенного воздействия. То есть все понимают, что лес сводился, производилась распашка. Образцы почвы изымают с помощью специальных инструментов. Пробурить землю геологам удается не сразу. Поначалу углубиться дальше мешают твердые пласты. Работать приходится в несколько рук. Почву отправили в лабораторию. Геологи смогут с точностью определить, что росло в этом месте много веков назад. Эта территория в 16 веках была занята дубравами. Более раннюю картину специалисты тоже попытаются смоделировать. Бендарь Ковалев и Николай Яковлев. Республика. Сказка из ниток на болгарском языке. В Чувашии продолжается международный фестиваль для особенного зрителя. Одинаковыми нам быть не обязательно. Одной из площадок, на которой выступали болгарские артисты, стала Чебоксарская школа номер 59. Пока гости рассаживались, режиссер Катерина Илкова знакомилась со школьниками. В зале третьеклассники и те, кому по различным причинам не удается посещать школу и приходится учиться дистанционно. Те, ради кого и задумывался этот фестиваль. Исценическая площадка 59-й школы была выбрана совсем не случайно. На базе нашей школы работает дистанционная школа. И в этой школе занимаются не только дети с города, есть даже дети с республики. И они уже на расстоянии, без отрыва, не выходя из дома, могут заниматься с опытными педагогами. И сегодня фестиваль проходит именно в нашей школе. И эти же ребята смогли сегодня приехать в нашу школу. Сказку из ниток Катерина Илкова рассказывала на родном, болгарском языке. Только некоторые эпизоды обыгрывала на русском. Но это не помешало детям с удовольствием наблюдать за приключениями короля, королевы, принцессы и стражника. Все персонажи спектакля связаны с самой рассказчицей. Или просто сделаны из обыкновенного клубочка ниток. Они буквально оживали на глазах. И даже наряд Катерины делала ее рук. В платье множество карманов, где прячутся спицы, пряжа. Из них моментально появлялись волшебный лес, замок. Сама постановка не новая. Ее премьера состоялась аж в 1989 году в столице Болгарии. Но каждый раз актриса рассказывает ее как в первой, ориентируясь на зрителя в зале. У всех детей особые потребы. Конечно, одни больше, другим меньше, но все-таки у всех им нуждается особенное внимание. Общаться с публикой, которая нам помогает. Тоже, чтобы мы приобщились к ней. Не она к нам, мы к ней. Чтобы она нам подсказала, что ей нужно. И наша публика с удовольствием подсказывала и участвовала в сказке. И после завершения спектакля долго не хотела расходиться по домам. Каждый хотел пообщаться с гостью из Болгарии и поделиться с ней своими впечатлениями. Веселый, неречный. Воздух, если подумать, обычные люди. А так, благодаря вот такому, можно сказать, манер подавать спектакль, стал очень-очень живым. Моноспектакль пришелся по душе не только детям, но и взрослым. Я первый раз вижу такой спектакль, потому что с нитками все. Естественно, здесь актрисой Катерина очень хорошо играла. Всех смогла заинтересовать. Дети хорошо участвовали в этом спектакле сами. Международный фестиваль для особенного зрителя. Одинаковыми нам быть не обязательно, подходит к концу. 16 октября состоится торжественное закрытие фестиваля и вручение наград и благодарственных писем всем участникам кукольного праздника. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Тихого голоса, звуки, любимые под таким названием в Национальной библиотеке Чувашия прошел музыкально-поэтический вечер, посвященный Ивану Тургеневу. Главные герои – сам писатель и его любовь Полина Вярдо. В исполнении актеров русского драматического театра Чувашия окунуться в атмосферу 19 века смогла и наша съемочная группа. Впервые с творчеством Ивана Сергеевича Тургенева россияне знакомятся в школьные годы. После окончания учебного заведения, изучения стихов и прозы на совести каждого человека. Литературный вечер – неплохой способ приобщить себя к русской классике. Полина Вярдо – замужняя женщина, романтическую любовь к которой Тургенев донес до самого последнего вздоха. Играть на сцене тургеневскую девушку сложно, говорит Диана Яковлева. Роль самолюбивой и эгоистичной женщины ей не по душе. Хотя, отмечает актриса, взаимоотношения героев очень напоминают отношения современной молодежи. Сегодня, наверное, кто-то и не согласится со мной, но просто сегодня культура, все это настолько забыли человеческие, нежные отношения между собой, общаться душами, сердцами. А вот они, многие сегодня, какие-то отношения внешние, ненастоящие. А Тургенев, мне кажется, он современен. И скоро мы вернемся к тому, что мы захотим слушать друг друга. Александру Смышляеву, играющему Ивана Тургенева, тоже непросто. Он пытается вжиться в роль и сыграть настоящую любовь. Вот Тургенева мне сыграть, конечно, трудно, потому что я, во-первых, на него даже внешне не похож. Не знаю, может быть, и в молодости он такой был, но навряд, мне кажется. Я вот даже внешне на него не похож. Я вот поэтому пытался как бы сыграть по внутренней линии. Сыграть любовь на сцене очень сложно. Именно у них же все это не было непросто так. У них были перепады. То они вместе, то не вместе, то расставались. Сидящие в зале зрители не заметили смятения артистов. Они прожили 45 минут вместе с Тургеневым и Виардо. И любое переживание героев отражалось на их лицах. Ольга Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня в Международный день белой трости, символы незрячего человека, в Чебоксарах стартовали республиканские соревнования, чемпионат по спорту слепых в дисциплинах шашки и шахматы. Это самые популярные в Чувашии игры среди людей с инвалидностью по зрению. Специальная доска для шашек и шахмат. И не совсем обычные фигуры. Людям с ограниченными возможностями по зрению важно трогать, ощущать. Поэтому шашки одного цвета выпуклые, а другие вогнутые. Черные шахматы гладкие внизу, а белые с выемкой. Азартные, интересные и бескомпромиссные игры. Здесь побеждают игроки с полной самоотдачей и настоящим спортивным мужеством. Шашисты и шахматисты Чувашии достигают больших успехов во всероссийских соревнованиях. Неоднократно завоевывали призовые места в чемпионатах и кубках России. В 2008 году спортсмены из Чувашии заняли второе место в командном чемпионате России по шахматам среди незрячих в городе Кострома. Соревнования проводятся регулярно на протяжении многих лет. Сегодня здесь собрались сильнейшие спортсмены республики. Незрячие здесь могут реализоваться как спортсмены, и они участвуют с удовольствием в шашках, в шахматы. Мужчины в шашках будут играть по швейцарской системе в 5 туров. Мужчины в шахматах играют тоже по швейцарской системе в 5 туров. И женщины по круговой системе в шашках будут играть в 8 туров. Первой среди женщин в шашках стала Вера Харитонова из Чебоксар. Среди мужчин Сергей Зайцев из Комсомольского района. А в соревнованиях по шахматам чемпионом стал Николай Зайцев из города Козловка. Призеры чемпионата Чувашии войдут в сборную команду. И будут представлять нашу республику в командном чемпионате России по шахматам, который пройдет в ноябре. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин